В Удмуртии, в городе Глазов, в межрайонной больнице во время пандемии сокращение. Об этом сообщил медицинский профсоюз действия, а врачи, которые работают там, объясняют, что ставки медработников сокращают в пользу административно-юридических кадров. Ставки, которые нужны, сокращаются, зато вместо этого раздувается административно-управленческий аппарат. У нас есть два журналиста. Вы представляете собственную пресс-службу? Это в период пандемии. Я не знаю, для чего это нужно. Возможно, для того, чтобы скрыть истинную картину. Это делается для того, чтобы работодатель себя максимально защитил в плане юридических каких-то вопросов. Потому что у нас мало того, что появилась такая должность, еще и количество юристов увеличилось. По словам врача, если раньше на всю поликлинику был один юридический консультант, теперь таких человек пять, а во главе заместитель главного врача по кадровой и юридической службе. Мы пытаемся какие-то запросы на них написать, чтобы разобраться в штатном расписании, чтобы разобраться с положениями, стимулирующих выплат как раз-таки в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Потому что выплат-то нет. Мы им запросы на имя главного врача отправляем, а нам юристы пишут вот такие вот странные ответы. Что вам не положено, это вам не положено. Ни амбулаторно-клиническая служба, никакие другие звенья, по словам Оксаны, выплат не получили. Хотя тоже работали с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Речь же шла еще о другом постановлении. В 415-м это с пациентами из группы РИСКО. Вот поэтому постановление не платят никому. Ни скоровикам, ни врачам, медсестрам, которые непосредственно принимают с признаками ОРВИ, пневмониями. Вот всеми острыми вот этими инфекциями не платят никому. Врач Светлана Запорожец из Краснотуриинска сама переболела коронавирусом. Он осложнился двусторонней вирусной пневмонией. Лечилась в больнице в соседнем городе. Из собственного больничного листа Светлана узнала, что ее болезнь не считается страховым случаем. Вспышка связана с заболеванием медсестры, но мы работали, мы участвовали в этом. И в итоге при проверке оказалось, что у нас где-то 12-14 больных с ковидом. Мы работали с ними. Значит, тот персонал, ряд у персонала тоже обнаружились плохие анализы. Они были выведены с отделения. Женщина рассказывает, что намерена бороться за выплаты. Она обратилась в прокуратуру, написала жалобу в Роспотребнадзор и администрацию президента. В Барнауле врач-терапевт из третьей городской поликлиники тоже не может получить страховые выплаты из-за невыдачи результатов тестов на ковид. Наконец-то он перешел, 10-го числа, и выставлен как дефектура. Мазок не сделан. И с учетом того, что я переболела до сих пор еще на больничном листе, то я, конечно, никаких выплат не получу, поскольку у меня нет мозга. И я не одна такая в поликлинике. Во Владимире, по словам врача скорой помощи Василисы Коноваловой, медработники увольняются из-за постоянного стресса на вызовах. Многие врачи на больничный уходят. И, в принципе, я знаю некоторых врачей, которые просто увольняются, потому что это тяжело. Огромное количество пациентов. Во-первых, нет места. Они не выдерживают того, что нужно отказывать пациентам, которые видят, что они нуждаются в госпитализации. На мест нет. И им приходится отказывать. И они не выдерживают и уходят. Этот разговор записан сразу после рабочей смены. За сутки Василиса отработала около 20 вызовов. В последнее время резко увеличилось количество вызовов пациентам с температурой, с симптомами ковида, с пневмониями. И просто побудило то, что, когда переписываемся в чате с коллегами, в общем чате у нас, просто каждую смену кто-то обязательно пишет о том, что нет мест, о том, что говорят, оставляйте дома, потому что везти просто некуда. Просто уже накипело. На своей странице во Вконтакте женщина написала пост о проблеме, который разошелся в сети. Другой фельдшер из Владимира, Екатерина Ашаева, объясняет, что с выплатами медработникам в регионе все налажено. Нам удалось добиться того, что мы выплаты получаем в полном объеме. У нас были еще губернаторские выплаты, которые назначал нам губернатор Владимирской области. Вот с сентября месяц он нам эти выплаты отменил. У нас больше этих выплат нет. А выплаты по постановлениям правительства и по 415, и по 484 у нас получают все в полном объеме, в том числе и водители скорой помощи. Про сбой в работе медицинской системы в регионе во время второй волны коронавируса Екатерина говорит на примере госпитализации собственных пациентов. Вся система просто дала сбой. И так у нас система здравоохранения во Владимире, я бы не сказала, что была на таком прям хорошем уровне еще до коронавирусной инфекции. А сейчас вообще получился прям коллапс какой-то. Ну вот у меня был такой пациент, это была женщина. Я созвонилась со старшим врачом смены. Там было поражение у пациента 50% легких. Старший врач смены сказал, что пока не удается найти место для этого пациента. В конце октября российское правительство пообещало выделить из резервного фонда больше 24 миллиардов рублей. Это около 300 миллионов долларов по текущему курсу на стимулирующие выплаты медработникам. Официально постановлением правительства России выплаты продлили до декабря 2021 года.